Добрый вечер, дорогие друзья! Очень часто задают мне вопрос, с чего начать занятие инфодайвингом? Чем заняться? Где хранятся глубинные знания? Как подключаться к энергоинформационному полю? И поехали, поехали, поехали! Хорошие вопросы! Я решила сегодня в ролике рассказать вот самый первый шаг, который имеет смысл сделать человеку, который говорит «Да, я хочу заниматься какими-то психотехниками, я хочу заниматься управлением восприятия, я хочу прийти к осознанности, я хочу брать информацию с энергоинформационного поля и так далее». Это базовая часть для всех, для всех, кого интересует психический ресурс человека и возможности управления, возможности получения информации, возможности моделирования реальности и так далее. То есть весь спектр. Итак, с чего стоит начать? А стоит начать с самого базового. Вот просто сесть для себя. Сядьте, расслабьтесь, медитацию, и задайте себе вопрос. Могу ли я здесь и сейчас научиться различать? Различать четыре вещи. Думать, действовать, чувствовать и ощущать. что такое... Я начала в обратном порядке. Это наши действия. Те действия, которые мы совершаем для того, чтобы получить какой-то результат. Думать – это наши мысли, да? Это наш ментал. Чувствовать – это то, что у нас идет на уровне чувств. И ощущать – это то, что идет на уровне тела. Саймон Роуз добавил вот к этим всем делам. Действовать он никак не интерпретировал. А вот думать он предлагает... Предлагает класть руку на лоб, чувствовать на грудь и ощущать на живот. Ну, если вам такие якоря помогут, можно использовать. В принципе, я их в жизни не использую, но как вариант. Для того, чтобы научиться различать, как вы действуете в жизни. И что вы используете, да? Вообще, что вами руководит. Для того, чтобы каким-то образом начать идентифицировать инстинктивные реакции и эмоциональные включения. Вот... Зачем это надо? Например, смотрите вы тот же самый круг, где мы работаем с человеком. У человека спрашиваешь, что ты чувствуешь? Когда человек чувствует, когда он сконцентрировал внимание на своих чувствах или на ощущениях, он автоматически проваливается в свой внутренний мир. Он уходит уже в транс. Это транс, господа. Но очень часто приходится слышать ответ. Я думаю, что это и поехал. Или я думаю, что я чувствую любовь. Вы верите человеку, который говорит, я думаю, что он чувствует любовь. И вы думаете, этот один человек вот такой перекошенный в жизни. Недавно я услышала по авторадио игралку такую, когда у детей спрашивали, как человеку доказать свою любовь. И у меня был шок. То есть нет вообще понятия, что если ты любишь, то тебя любят. Если ты чувствуешь, то это чувствуют и другие люди. И это работает на том внутреннем бессознательном уровне. А любое доказательство и требование доказательств это всего лишь манипуляции, связанные с материальными ценностями, материальным миром. Любовь, истинная любовь, искренняя любовь, она не требует доказательств. Если ты чувствуешь, человек уже знает, что ты чувствуешь. Но если ты думаешь, что ты чувствуешь, то тогда тебе приходят мысли про шубку. Это туда корнями. И это программное обеспечение наше социальное. Сегодня практически неимоверное количество людей занимается пикапами, техниками манипулирования, НЛП и так далее. Господа, как только вы потеряли синхрон с собой, со своим зеркалом, где вы и не вы разделились, то есть есть вы, который искренне чувствует, а есть вы, который берет и манипулирует, все. Тема информационного поля не для вас. Туда ходят голыми, голыми душой. То есть, когда вот эти вот капустные листы в виде субличностей, неосознанных поведенческих реакций и так далее, они зачищены, они убраны, когда есть прямая связь с высшим Я, тогда есть доступ и к информации. В противном случае идите и тренируйтесь. А с чего начать тренировку? Хотя бы с того, чтобы осознать разницу между делать и думать, между думать и чувствовать, между чувствовать и ощущать. И если вот эти четыре понятия у вас уже будут выложены где-то, и на автомате будет идти у вас уже реакция развлечения, когда вы делаете, когда вы думаете, когда вы чувствуете, когда вы ощущаете, уже прекрасно. Потому что, когда вы сваливаете в кучу и подменяете одно другим, в этом бардаке ничего хорошего в плане информации не прорастает. Тем более, если учитывать, что мы мир видим через призму своего восприятия. В данном случае пока речь идет даже не о расширении программного обеспечения, а просто о том, чтобы вы могли загрузиться в определенное трансовое состояние. Потому что, когда вот этого развлечения нету, то загрузиться в 3-3 покатково практически нереально, если вы не сам намбул природный. А если вы раскачиваетесь, то вы раскачиваетесь через что? Через расконцентрацию. Расконцентрацию на чем? На чувствах и на ощущениях. Вы же там не думаете, что вы расконцентрировались. Если вы думаете, что вы расконцентрировались, то грош цена это расконцентрации. И если вы думаете, что вы сконцентрировались, грош цена этой концентрации. То есть, все, что касается думания, здесь переклинило. И вот смотрите, какой побочный эффект получается. Я иногда читаю комментарии вот в ютубе, в том, что мне, те, что мне присылают в качестве писем, я не отвечаю всем сразу. Ну вот представьте, приходит в среднем по 100 писем в час иногда, да? Вот если выложен какой-то ролик хороший, то приходит, причем на все ресурсы одновременно, то есть на все соцсети. Поэтому ответить всем я не могу. А уж варианты, когда люди звонят и говорят, давайте мы с вами поговорим об этом. Ну, представляете, одному человеку полчаса уделил, второму полчаса, все, уже работать некогда, да? И движухи вперед нет. Поэтому я прошу, пишите. И я на те комментарии, которые действительно серьезные, я вижу, что там есть смысл, я на них отвечаю. Не на все. Просто физически не хватает ресурса, да и желания уделять этому внимание, да? Но есть комментарии, когда люди пишут в эмоции, вы нам чего-то не додаете, вы нам чего-то не рассказываете. Потому что человек ожидает неких глубинных духовных знаний, когда вот человеку расскажут, вот для того, чтобы левитировать, тебе надо сесть в вот такую асану, и ты взлетишь. И вот это человек представляет, что это такое глубинное знание. И слушайте, вы уже все асаны перепробовали, вы взлетели. Но если вы приедете к йогу, который вот перед вами левитирует в определенном состоянии сознания, и он вам скажет, присаживайся, ты тоже сейчас поднимешься, то у вас есть шанс подняться. И знаете, за счет чего? За счет того, что тела идут на подстройки. За счет того, что у этого йога определенное состояние сознания. Скажите, а как можно умом взять состояние сознания? Вот как его описать? Когда я пишу под комментариями ответы на вопрос, говорю, как вы можете изучить секс по книжке? Как вы можете понять оргазм по книжке? Такое, это можно только прожить и прочувствовать, потому что мир чувств и мир мыслей – это разные миры. Мир мыслей – он где-то там, это ментал, а мир чувств – он в теле. И транс – транс начинается там, где вы возвращаетесь в тело. Поэтому необычайно важно, чтобы вы научились чувствовать и ощущать. И вот в этом деле, действительно, вот все, что касается чувствовать и ощущать, есть такой термин, говорят, эмпатийные связи между всеми людьми на этом уровне духовно-энергетическом, физическо-энергетическом существует эмпатийная связь. Все, что касается тренировок по эмпатии, есть разные школы, есть разные обучающие программы. Мне, например, очень-очень нравится обучающая программа Димы Перепелки. Ну, реально, она сделана качественно. Это хороший продукт, и она действительно дает хороший результат. Но она не единственная в России, вы можете найти в России и в Украине другие варианты тренировок, эмпатийных, эмпатийных снятий информации. И это уже, уже очень большой шаг к инфодайвингу. Это еще не полностью инфодайвинг, да, но это очень большой шаг к себе, в свой мир чувств, в свой мир ощущений, и в умении через тело и через чувства, через ощущения снимать информацию. Просто, просто, просто. Четыре. Видно? Четыре. Делать, думать, чувствовать и ощущать. Просто ощутите разницу. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья.